Добрый вечер, дамы и господа! В эфире ослепительное шоу «Профилактика!» 9 часов 9 минут вечера в столице, друзья, это «Профилактика» Алексей Поляков, Илья Савельев И наш гость, и интересная тема, которую этот гость предвещает Владимир Николаевич Шабалин, заведующий кафедрой геронтологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Академик Российской Академии Наук, профессор, доктор медицинских наук, правильно? Владимир Николаевич, здравствуйте! И мы так бодро начали, хотя собираемся сегодня поговорить о старости И вот Владимир Николаевич, заведующий кафедрой геронтологии Российского национального исследовательского медицинского университета А что такое геронтология? Давайте прям вспомняйтесь с терминами. Как наука, да, определимся с терминами. И я думаю, что мы поговорим сегодня не только о старости, но и о старении. Это вещи разные. Так, ну-ка, вы нас просвещайте, мы люди такие еще. Вот геронтология, это наука как раз не о старости, а о старении. А старение претерпевает человек в течение всей своей жизни. Подождите, а есть же вроде бы такое распространенное мнение, что, мол, до 30 организм, значит, растет, выходит на какие-то пиковые мощности и значения, а потом вот начинается там, у кого быстрее, у кого медленнее, увядание условное. Правильно, он выходит на определенные мощности, но для того, чтобы подвести его к этим мощностям, он тоже должен изменить структуру своих тканей. А что такое старение, тогда, может, мы сразу... Вот с точки зрения науки абсолютно. Старение — это изменение структуры ткани. Вот главное, что мы делаем в своей жизни, в своей биологической жизни, мы изменяем структуру тканей. Значит, наша задача вот в жизни, в биологической жизни, чтобы мы улучшили немножко ту структуру тканей, которую мы получили от папы с мамой. И вот это накопление новых, более совершенных структур в нашей ткани, в наших молекулах, и позволяет эволюционно развиваться живой материи, в том числе и человеку. Ну и закономерный вопрос отсюда вытекает. Как же добиться того, чтобы накапливать вот эти вот, как вы сказали ещё раз? Позитивные изменения. Изменения структуры нашей ткани, молекулярные структуры, да. Значит, что делать для того, чтобы... И прям сходу в самое главное, Ильюх, прям. Не то, что самое, самое сложное. Да, давайте, может быть, мы подойдём к этому вопросу. Да, мы к этому подойдём. То есть любое изменение структуры ткани — есть старение. Да, есть старение. То есть ребёнок вот только рождается и, в принципе, начинает уже стареть. Правильно. И вот если там, ну, это условно говорят, что вот с 30 лет там начинает стареть, а вот до 30 — не молодеть, по крайней мере. А на самом деле этот процесс перманентный, вот изменение тканевых структур. Но что происходит? Происходит определённое накопление с возрастом. Накопление в чём оно выражается? В том, что наши молекулы белковые, они архивируют те изменения, изменения, которые они считают полезными, которые они считают обеспечивают большую резистентность человека в жизни. И вот это, когда архивная часть молекулы перевеживает уже функциональную активность, молекула уходит из жизни. И мы теряем, вот молекулы — это миллиарды ежедневно. Клетки тоже уходят, выполнив свою определённую функцию из жизни. И организм распоряжается так вот, тем материалом, который предоставляет им молекулы и клетки, которые уходят из его жизни. Частично те вот элементы, те новые структуры тканей, он забирает, перерабатывает и встраивает в новые клетки, в новые молекулы. А частично выбрасывает. Выбрасывает для того, чтобы другие представители живой природы их переработали, встроили в свои структуры и преобразовали для того, чтобы в последующем опять же вот эти структуры использовали уже другие биологические виды. Поэтому наша биосфера — это единый организм. И мы так же, как для нас вот клеточки, мы же не выражаем глубокого сожаления от того, что мы теряем тысячи и миллионы клеток ежедневно. Нет, пока они восстанавливаются в том же объёме, не жалеем. А вот как только начинает ощущаться недостаток где-то чего-то в плане регенерации, начинаешь как-то уже серьёзно подходить к этому вопросу. Ну, может быть, да, но вы жалеете уже в целом организм, а не та клеточка, которая уходит из вашего организма. И мы тоже вот эти клеточки, элементы единой биосферы, о которых, которая всё, что создаёт нас, она удерживает в себе. Она не выпускает тот материал, из которого мы стоим при нашей смерти. Просто он идёт на переработку. Поэтому вот биосфера эту ткань удерживает и через представителя отдельных видов перерабатывает и превращает в более совершенные структуры. Вот в чём замысел эволюции, в чём замысел развития. То есть мы в процессе развития приобретаем новые функции. Функция обязательно опирается на структуру. Есть более высокая структура, обеспечивает более высокую функцию. То есть функция, и потому и называется функция, что она зависит от чего-то. Зависит в данной ситуации от структуры. То есть, грубо говоря, не надо жадничать. Мы получили это тело, мы похоронили эти клетки в себе, потом мы поделились с кем-то следующим. Да, совершенно верно. Мы же не исчезаем вообще из жизни. Просто всё то, что в нас есть, всё перерабатывается и потом уходит опять же в развитие. Между прочим, ведь объём живой ткани, он вот создан эволюцией, он сейчас не увеличивается, он сейчас не изменяется. Подождите, но сейчас вот сказали, что на Земле там, по-моему, скоро будет 12 миллиардов человек. А до этого было меньше. 12 миллиардов? Ну, я говорю о живой материи, а не о человеческом виде. А живая материя, общая живая ткань, она не изменяется. А, то есть животных стало меньше? Животных стало, может быть, растительных, может быть, элементов стало меньше. Но в целом... Может быть, это константы некое, хотите сказать? Ну, понимаете, вот это 6 миллиардов или 7 миллиардов, увеличение от 3, от 2 миллиардов, это такой незначительный объём в общей биомассе, что он, в общем-то, незаметен для нас, откуда мы, почему человечество в своей численности увеличивается, за счёт кого, за счёт каких элементов. И, кроме того, ведь ежедневно, наверное, можно так даже сказать, ну, несколько десяток, десятков видов живой природы исчезают вообще. Вот мы, мы ведь тоже с вами... Но какие-то очень маленькие виды незаметные, просто там про там исчезновение какого-то там редкого животного или какого-то растения, там трубят все газеты, все СМИ, это проходит. А что исчезает каждый день? Но дело в том, что мы же не знаем всех видов живой природы. Это, но я не скажу, что здесь какие-то глубокие аналитические исследования, это экспертная оценка, что биологические виды исчезают. И вот если рассмотреть вообще историю развития живой природы, то где-то, наверное, более 95% живых видов, видов живой природы, они ушли с эволюционной сцены. Появились другие виды. Но это вот, здесь не надо ничего бояться или паниковать, да? Конечно. Это процесс эволюции, ничего страшного. Это процесс эволюции. И человек, вот молодой биологический вид, ну, по разным оценкам, он где-то 40 тысяч, 50, 100 тысяч лет вот появился в истории. Это очень молодой вид. И он тоже ведь промежуточный вид, он тоже уйдет с эволюционной сцены. Все виды должны уйти. Но почему вот эволюция так вот бережно, лилейно, внимательно относится к человеку? Почему она увеличивает так стремительную его численность? Потому что самый высокоразвитый вид. И она надеется, что вот это развитие, которое она приобрела в виде биологического вида человека, этот вид даст более высокий вид дальнейшего развития. А, ну, то есть из наших клеток, точнее, при старении мы свои клетки отдаем, и мы, природа надеется, что из этих клеток... Да, она слепит более... Более совершенное создание. Совершенное создание. Со старением, именно с понятием старения, более-менее разобрались. Ну, подожди, еще не более-менее. Хочется зафиксировать... Нет, зафиксирование на науке. ...зафиксировать, какие стадии старения существуют. А поделено на стадии, это не какое-то перманентное... Или нету стадии стадии? Стадии, ну, условно разделяют, конечно, возраст человека. Вот сейчас уже изменения, изменились понятия возрастных определений. Вот, согласно номенклатуре ВОЗ, сейчас до 45 лет считается молодой возраст. Молодой человек. Да, молодой человек до 45 лет. Верхняя граница молодого возраста. Ничего себе. Это вообще в мире? В мире. Это ВОЗ. Всемирное организационное здравоохранение. Ничего себе. Вот, признала такую номенклатуру. Затем, 45-60, это средний возраст. Ага. 60-75, это пожилой возраст. 75-90, это старческий возраст. 90-е и более, это долгожительство. Мне кажется, средняя продолжительность жизни в России ничего не слышала про то, как ВОЗ подразделяет периоды. Нет, это... Ну, просто наши... Сколько у нас... Многие наши 40-летние мужчины выглядят как долгожители. Ну, да. К сожалению, к сожалению. Нет, ну, это не так. А сколько у нас средняя продолжительность жизни? У мужчин 60-61, у женщин где-то 72, вот так вот. То есть прям умирают в среднем возрасте? Ну, по... Да, но это... Ну, она же средняя продолжительность. А за счет чего вот так вот скаканул возраст? Потому что, насколько я знаю, там во времена Шекспира, по-моему, в 45 лет уже считался человек глубоко старым. Да, совершенно верно. Вот его... А нет, я часто привожу его слова. А я, наверное, да. У вас... Когда твое чело избороздят глубокими враздами сорок зим, кто вспомнит молодой наряд, закрытый старым рубищем твоим? Вот Шекспир. Да, сорок зим. Ну, медицина, в первую очередь, даже, наверное. Нет, нет. Нет? Нет. Медицина, конечно, медицина, цивилизация, конечно, внесла свою лепту, но неопределяющее значение имеют. Ведь здесь, смотрите, вот для эволюции она нацелилась на человека. И увеличение численности человеческой популяции шло в геометрической прогрессии. Вот где-то вот в обозримом глубинном историческом периоде, ну, 9 тысяч лет, это поздний Ледниковый период, всего было на Земле 10 миллионов человек. Тем более же. Москва. Да, Москва, даже меньше Москвы. А сейчас уже за 7 миллиардов переводили. И процесс удвоения шел все более-более короткий период. И вот последнее удвоение, значит, в 50-х годах, 20-го столетия у нас было 3 миллиарда, а к концу 20-го столетия 6 миллиардов. То есть за 50 лет население удвоилось. Эволюция мощным броском все это делает. И чтобы численность человека вот такими темпами увеличилась, нужно было человечество, средний возраст удерживать, ну, вот в районе 35-40 лет. То есть в возрасте высокой половой активности и воспроизводимости популяции. А сейчас уже эволюция выходит на предельные уровни численности человека. А мы уже выходим, да? Ну, конечно. А сколько предельных? По экспертным оценкам, больше 12 миллиардов Земля уже не будет выдерживать. Сейчас-то вы видите сами уже после 7 миллиардов уже какие происходят неприятности. А 12 миллиардов это вот, ну... Критическое. Да, так и как эволюция сопротивовывается? И дальше эволюция идет уже на качество. А качество, и главное это у нас головной мозг. Ведь мы же по своим вот остальным-то физическим параметрам не превосходим братьев наших меньших, правильно? У нас что, мышцы сильнее, чем у льва? Нет. Что, костяк, что ли, у нас прочнее? Нет. То есть мы даже во многом выступаем. А вот что касается головного мозга, тут, конечно, нам равных нет. Ни один представитель животного вида со скоростью, качеством, объемом обработки информации, конечно, с нашим головным мозгом сравниться не может. Эволюция нацеливает свои интересы на развитие головного мозга человека. А головной мозг человека не останавливается в 40 лет, в своем развитии в 40 лет. А когда вот пик мощности головного мозга? Ну, средний. Ну, пик мощности средний, я думаю, что это где-то 60 лет. Вот многие так вот, говоришь на лекции эту цифру, и многие молодые говорят, ну что вы там, мы гораздо в 40 лет эффективнее работаем. Я говорю, а вы считаете, что вот вы уже кончили в своем развитии, в интеллектуальном развитии? Тогда задумывается нет. И где-то вот в 60 лет. Но для эволюции даже не важно, когда приостанавливается вот это, вернее, не приостанавливается даже, ну, сокращается скорость развития, может, головного мозга. Дело в том, что мы же, вот при старении, у нас головной мозг дезорганизуется в системном варианте. То есть, как система, он начинает, конечно, работать хуже. Но его архивные части, они продолжают совершенствоваться. А что это значит, архивные части? То есть, все больше и больше информации он в себе хранит? Ну, значит, вот, там в 60-70 лет, может, и в 40 лет, вот, вы не можете вспомнить что-то, вот, знаете, что вот помню, то-то-то-то, а вспомнить не можете. Потом проходит какое-то время, раз, что-то замыкается, и легко вспоминаете. То есть, вот, в системном варианте разрушаются связи. Может быть, даже они не разрушаются, они становятся, ну, менее активными, хуже начинают работать. А архивная часть, то, что накапливает головной мозг человека, она сохраняется. И человек при определенных усилиях может вызвать вот эту архивную часть в том, чтобы ее активно использовать. А природе-то не нужна система, ей нужна именно та архивная часть, которую она будет перерабатывать и встраивать в другие организмы. Поэтому природа заинтересована, чтобы человек как можно дольше жил и как можно больше накапливал вот этой новой информационной структурной материи, которая является предметом дальнейшего использования. А как природа будет регулировать численность населения, если мы все продолжаем, продолжаем и продолжаем расти? Ну, я имею в виду по численности у нас вот Индия, Китай, Азия. Ну, я думаю, есть же в эволюции своих какие-то качества. И ограничения в продуктах питания могут быть, и инфекции могут быть, и какие-то социальные катаклизмы. Но они тоже связаны с эволюцией, они только чисто такие интеллектуальные варианты вот этих различных состояний в обществе. Поэтому найдет природа. И я думаю, и сам интеллект тоже, человеческий интеллект, он тоже будет регулировать численность. Вот в Китае же регулируют численность, я не знаю, эффективно или неэффективно. Нет, ну вроде бы была признана эффективной эта программа, даже отменили ее, потому что, мол, можно дальше развиваться. То есть получается, в среднем каждое следующее поколение, ну вот в среднем по больнице, живет дольше предыдущего, ну вот исходя из этой логики эволюционной. Да, конечно, в настоящий момент, да, в среднее продолжительность жизни, она сейчас растет. И оно должно быть, по вашим словам, еще и умнее предыдущего. Ну конечно, если мы не становимся вот в своем развитии, я имею в виду род человеческий, не становимся умнее по отношению к нашим предкам, конечно, мы начнем деградировать. Нет, сейчас потому что в обществе как раз сильны настроения, но они, наверное, всегда свойственны людям, что вот, мы были люди так люди, а сейчас что за мелочь пошла, и хиленькие, и глупенькие, и вообще какие-то так себе людишки. Это такое известное предыдущение, да. Правильно, но ведь любое развитие, оно не идет вот по синусоиде, не идет по прямой, правильно? Оно идет волнообразно, да, есть спады, есть более волны, более высокой активности, есть периоды, когда человечество действительно как-то преобразуется, и оно имеет больше физическую силу, или интеллектуальную силу, или наоборот, впадает в какие-то ямы. Ведь, смотрите, почему у нас хиленькое поколение стало? Потому что мы пережили сейчас огромную эру антибиотиков, которая принесла благо, многие блага для отдельных индивидов. Но она, эта эра принесла много и отрицательных вещей для развития вида. Смотрите, весь микромир, против которого работали антибиотики, они воспитывались в жестких условиях, они вырабатывали определенную резистентность, они вырабатывали определенное состояние, позволяющее им противодействовать, защищаться от этих антибиотиков. А наша иммунная система отдыхала под защитой этих антибиотиков. И когда антибиотики перестали уже работать, когда микросфера преодолела вот эти барьеры, то наша иммунная система перестала быть защищенной. Почему у нас аллергия появилась? То же самое. — Подождите, а вы оговорились, или это по-настоящему так, что вы скажете, что мы пережили эру антибиотиков? — А тут осталось-то всего ничего, на самом деле. — Ну, я не говорю, что это полностью пережили. Конечно, сейчас антибиотики продолжают нас защищать. — Ну, понятно. Но это достаточный уже принцип, да? — Да. Но ведь, смотрите, у нас есть некоторое противоречие между интересами природы и интересами нашими социальными. Потому что наша медицина ведь, она нацелена на то, чтобы защитить человека. Не человеческий вид, а человека. И главное — решить вот проблему сегодняшнюю. Я в надежде, что придет время, будут другие способы защиты, другие подходы, другое понимание. Поэтому вот эра антибиотиков, я почему, мы пережили. Ну, пережили, переживаем, но она все-таки уже подходит к концу. — А что впереди нас ожидает? Как нам бороться с этим микрофлором? — Нет, уже же антибиотики сделают все более и более сложные антибиотики, потому что старые формы не срабатывают. — Это я понимаю. — Ты сейчас современным пенициллином немного... — Нет, ну какая разница? Это все равно антибиотик. Механизм-то тот же. — Совершенно верно. — А что дальше за антибиотиками? — Да, ну, дальше различные формы защиты могут быть. — Мы сейчас защищаемся химией, химическими молекулами. Что такое защита химическими молекулами? Это тоже вот те же воздействия, вибрационные воздействия, которые действуют на наши ткани и выводят. И вот те или иные наши структуры из патологических вибраций, функциональные физиологические вибрации. Может быть, сложно объяснять. — Нет, давайте мы сейчас возьмем паузу, прервемся на новости, обдумаем все, а потом уже продолжим про за антибиотичную эру. Пауза, друзья. — Дамы и господа, в эфире «Профилактика»! — 9 часов 35 минут в столице, друзья, шоу «Профилактика» продолжается. Разговариваем с Владимиром Николаевичем Шабалиным, заведующим кафедрой геронтологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик Российской академии наук, профессора, доктора медицинских наук. Закончились на том, что пенициллиновая эра антибиотиков, вот так вот не буду склонять, подходит к концу, но вы сказали, что вроде бы что-то есть уже и дальше. То есть мы не останемся беззащитными перед лицом бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов? — Да, я не хочу сказать, что эра антибиотиков полностью прекратилась. Конечно, будут и в дальнейшем нарабатываться новые антибиотики, новые различного класса антибиотики, новые химические препараты будут. Но в перспективе, в более-менее отдалённой перспективе, всё-таки надежда на физические факторы лечения. Потому что химические элементы, химические вещества, которые мы применяем в качестве лекарств, они обязательно содержат элементы побочного действия. А физический фактор не содержит. — А что вы имеете в виду, хотя бы такой самый понятный и нам, и слушателям пример? — Эмикович, лазер, физические волновые воздействия, лечебная рентгенотерапия и так далее. Почему? Потому что мы... Ведь вот я тут начал про колебания, говорит, ведь у нас все связи находятся на вибрационных отношениях. Вот каждая молекула, каждый атом. Почему они связываются? Потому что есть определённые комплементарные взаимоотношения, и вот эти связи формируются именно на вибрационных процессах. И, следовательно, что такое патология? — Это разрушение каких-то связей или формирование аномальных связей. И чтобы вот эти связи разрушать или восстанавливать, нужно вот эти физические вибрационные воздействия. Если мы научимся подбирать чётко те вибрации, которые будет лечить... Вот, например, лазер подобрали априори, и он даёт где-то 85-90% положительный результат. Поэтому его достаточно широко применяют. Хотя вот чёткого подбора под определённой патологией в одних случаях он помогает, в других не помогает. Если мы научимся, если у нас будут методики, позволяющие подбирать чётко вот те волновые характеристики, которые мы используем в источниках для лечения, то мы будем очень и очень успешно восстанавливать те патологические отклонения, которые периодически и довольно часто появляются в нашем организме. — Не сказать, что поняли на 100%, но в общих чертах понятно. А давайте переходить, правда, к чуть более прагматичной стороне вопроса. Вот с точки зрения устройства человека и природы, существует ли хотя бы теоретическая возможность полностью остановить процесс старения? — Нет, такой возможности не существует, и такая возможность никому не нужна. — Ну, я думаю, что большое количество слушателей сейчас в погоне за долгой жизнью, не задумываясь сильно, скажут, да нет, вы что, я бы с удовольствием таблетку бессмертия принял. — Бессмертие и в каком? Зафиксироваться на данном состоянии, да, чтобы не развиваться, чтобы никаких новых элементов на тебя не воздействовало, никаких изменений в организме. — Ну, может быть, точно, оставить мозг развиваться, как бы там зафиксировать его, значит, тело в 30, мозг в 60, ну вот и где-то в таком состоянии существовать как можно дольше. — Нет. Ну, я здесь не буду, конечно, спорить. Может быть, действительно такие желания есть. — Есть, есть, поверьте. — Да, где-то сохраниться, и вот... — Вся пластическая хирургия на этих желаниях основана. — Ну, это правильно, не только пластическая, вся косметическая воздействие тоже на этих желаниях воздействует. И вся идеология, весь поиск вот этих таблеток бессмертия, о которых вы упомянули, он тоже основан на этих желаниях. Но это противоречит сущности живой природы. Живая природа должна развиваться. А развивается она только через процесс старения. Просто других возможностей у неё нет. Только через преобразование структурных элементов. Формирование новых, более эффективных, более значимых структурных элементов. До этого нужно старение. До этого нужно изменяться. До этого нужно архивировать вот эти накопления. И передавать опять в котёл переваривание и формирование нового структуры. — Человек же, человечество вообще всю свою историю вступает в непосредственную конфронтацию с естественными природами. Потому что мы лечим людей с точки зрения эволюции. Это тоже неправильно, потому что слабейший особь должна умереть во имя и во благо эволюции. То есть мы, в принципе, всю нашу историю занимаемся тем, что с природой и с эволюцией боремся. — Не абсолютно. Потому что некоторые наши воздействия, они тоже уводят достаточно высоко обеспеченным во всем физиологическим параметрам человека из какой-то критической ситуации. Это положительный момент, потому что даётся возможность человеку довести свою программу, генетическую, биологическую программу, до известного завершения. Если он уходит по случайной причине, если эту случайную причину мы с помощью медицинских средств устраняем, то это полезное действие медицины. А если в целом мы защищаем и, так сказать, прерываем взаимоотношения, допустим, опять же, с микромиром человека, конечно, мы наносим колоссальный ущерб. Потому что всё равно вот эти действия микромира, они вернутся. Но вернутся уже в другом, ином. — То есть придётся заново изобретать... — То есть бессмертие принципиально невозможно, чтобы не говорили огромное количество популистских фирм, которые вот-вот, вот-вот-вот-вот прямо сейчас найдут. — Что такое бессмертие? Это, значит, остановить развитие, прекратить рождение потомков любого человека. — На контроль поставить, да. — Ну хорошо, если не бессмертие, то хотя бы как, вот если брать человеческое тело отдельно, замедлить этот процесс старения? — Замедлить процесс старения. Наверное, нужно не просто замедлить процесс старения, а нужно дать. Ведь есть физиологические и патологические формы старения. Так мы должны сделать всё возможное, чтобы наше развитие, наш процесс старения развивался по физиологическому пути. И всячески препятствовать вот эти патологические отклонения, которые постоянно на протяжении нашей жизни появляются. — А что-то патологические отклонения выметят болезни. — Ну, болезнь, конечно. — Так, ну то есть, грубо говоря, всё время оставаться здоровым и стареть как бы здоровеньким. — Да, совершенно верно. — Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким застарится. — Ну, это байки такого... — Народного творчества. — Курино-алкогольного характера. Вот. Потому что, наверное, здоровеньких-то всё-таки только, мы видим, умирают здоровенькими только те, которые действительно не курят и не пьют. И ведь среди алкоголиков нет долгожителей. — Нет долгожителей. Среди курильщиков? — Среди курильщиков есть, но их проценты очень незначительные. Если у нас курят где-то 30-40%, то мы вот сейчас ведём регистр долгожителей, курящих встречается где-то там 7-8%. — 7-8%. — От общей массы. Понятно. — Ну вот есть какие-то, не знаю, общие принципы. Понятно, что мы сейчас не будем говорить про омолаживающие маски и там поддерживающие гимнастики, но какие-то вот общие принципы, которые позволяют максимально замедлить вот эти процессы старения. Потому что что бы мы сейчас ни говорили, как бы мы ни рассуждали о пользе старения с точки зрения эволюции, люди старости боятся, не хотят, а уж тем более класть свою собственную жизнь в угоду какой-то там эволюции, уж тем более не собираются. — Да, к сожалению, потому что эго и социуму — это всегда противоречащие элементы нашего развития. Но, конечно, никаких сейчас методов, никаких средств замедления старения нет. Хотя мечты есть, какие-то идеи есть, поиски есть, но каких-то вот созданных и предметно показанных, у которых эффективность действий, у которых такого нет. — Ну, а в принципе, ну что, ведь есть метаболизм с понятием, да, это обмен веществ. Что такое метаболизм? У нас складывается из двух элементов — анаболизма, построение и катаболизма. — Разрушение. — Да, разрушение. И вот у нас постоянно происходит это, созидание разрушения. Это происходит очень быстро. У нас белковая молекула живет, ну, максимум где-то 15 дней, а минимум несколько часов, даже несколько минут. И вот эти молекулы постоянно, они создаются, разрушаются. Это очень быстрый процесс. И вот в этом метаболизме, конечно, если мы замедлим метаболизм, то мы, конечно, продлим жизнь. Ну, значит, мы замедлим и скорость наших восприятий, скорость наших ощущений, скорость нашего интеллектуального развития, скорость нашего физического развития. — Почему-то существуют люди, которые там умирают, как такая средняя продолжительность жизни, в 66, а есть люди, которые, ну, в среднем, а есть люди, которые там доживают за 100 лет и выше. — Потому что здесь, прежде всего, работает генетика. Одному, ведь что такое вот генетическая платформа? На ней одному предоставляется резистентность против, допустим, вот такого-то вируса очень высокая, а у другого низкая. Развитие атеросклероза у одних очень низкая, а у других очень высокая. Мы знаем, что и в 70-80 лет у некоторых товарищей нет склеротических процессов. То есть генетика нам обеспечивает определенную резистентность на различных уровнях. — То есть кому-то повезло больше, он еще больше, поэтому... — Да, и рвется слабое звено, потому что может человек быть действительно физически сильным и крепким и все прочее. Он, бабацый спортсмен, уходит из жизни 40 лет, а то и раньше. — То есть, получается, долголетие напрямую передается по наследству. — Да. — И если у тебя не было в раду долгожителей, то все твои усилия, они, конечно, продлят твое существование, но в глобальном смысле его не увидят. — Не обязательно. Может и не быть долгожителей. Вот у нас геном состоит из двух элементов, которые мы получаем. Половина от папы, половина от мамы. Какая часть, какой ген доминирует, полученный от папы или полученный от мамы? Один ген, полученный от папы, он может, допустим, обеспечить высокую резистентность к определенному фактору, а другой ген, наоборот, низкую. Но этот ген доминирует папин, допустим, и он не позволяет этому фактору воздействовать отрицательную. А если доминирует мамин ген, он, наоборот, дает предрасположенность. — А если один умножает другой, то вообще супер. — Да, конечно, это высокая степень защиты. А если два, допустим, получаем, и вот какие гены мы получим? Потом ведь не просто тот набор, который у папы мы получаем прямо в прямом. Нет, он в преобразованном варианте. Потом ведь есть внутри генома масса взаимоотношений, масса вариантов, масса чувствительных, слабых и сильных звеньев. — В общем, это как калейдоскоп, который вот здесь, знаете, смотрит, крутит, как сложится мозаика, так оно и повезет. — Совершенно верно. — Сейчас можно и по этой теме. То есть получается, там даже на территории России и сопредельных государств есть регионы, в которых количество долгожителей больше, чем в среднем по стране. Получается, просто на этой территории, там, вот этот вот какой-то позитивный эволюционный сортинг, вот работает таким образом, что там больше, вот, ну, с точки зрения генетической предрасположенности, или все-таки это климат, правильное питание, там, не знаю, защита от стрессов. — Почему у вас там? Абхазия славится. — Вот возьмем Москву. — Да. — Она по средней продолжительности жизни, она стоит более высоко. — Несмотря на стрессы, которые явно... — Несмотря на стресс, несмотря на химическую ситуацию, экологическую ситуацию, несмотря на социальные все напряжения, стрессы и иного рода отрицательного действия, все равно средняя продолжительность жизни. Почему? Потому что в Москву кто едет? — Что, старые немощные? Нет, наиболее активные физические, наиболее интеллектуально развитые. Конечно, они и дают эту высокую продолжительность жизни. Не потому что здесь у нас какие-то особые экологические условия, особое питание и так далее. Потому что вот приток вот этих людей более... — Сильных активных. — Да, более генетически высокообеспеченных, если можно так сказать. — Ну подожди, а какой регион у нас лидирует по продолжительности жизни? — У нас лидирующих регионов, я не знаю, вот в Якутии высокая, средняя продолжительность жизни. Каких-то вот лидеров однозначных нет. А потом средняя продолжительность жизни по регионам, она ведь тоже меняется. — Ну да. — И здесь вот прямой связи с какими-то погодными условиями, с какими-то поясами географическими или особыми географическими положениями. — Почему в Абхазии очень много долгожителей? — Вы знаете, Абхазия — это очень большая сказка. У нас вот где-то из года 3-4 назад из Таджикистана защищал диссертацию по средней продолжительности жизни у долгожителей. Так вот он отметил, что вот кто живет 3000 метров над уровнем моря, те, да, там более высокая численность продолжительности. А кто выше, там наоборот, средняя продолжительность падает. Поэтому вот здесь, конечно, вот эти воздействия, они тоже влияют, но вот чтобы все горцы там, которые... — Были долгожителями? — Да, были долгожителями, а это нет. И потом все те вот материалы, которые были собраны в советское время по долгожителям Абхазии, они все построены только на воспоминаниях. Ни один случай, вот подтверждающий человек, который прожил 120, 150, там даже 180 лет, нет. — Сейчас прервемся буквально на 30 секунд и вернемся. — Девять часов 50 минут в столице, продолжаем разговаривать. — Да, у нас Владимир Николаевич Шабалин, заведующий кафедрой геронтологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик Российской академии наук и доктор медицинских наук. Я хотел спросить... — Геронтолог? — Да. — Главное. — Я хотел спросить, а в другую сторону повернуть, а старости вообще стоит бояться? — Ну вот я, мне как молодому человеку. — Во-первых, старость чем страшна для человека? Не тем, что он уйдет из жизни. — А чем? — А старость страшна тем, что человек становится немощным. Большие люди боятся своей немощности перед уходом из жизни, что они будут и сами в неопределенном состоянии создавать какие-то тяготы для своих ближних. И затем, конечно, страх неизвестности, что же будет за пределами этой жизни. Это тоже ведь каждого волнует. И вот религиозные, может быть, люди считаются, что они как-то менее чувствительности, меньше боятся вот этого ухода из жизни, потому что они попадают... — Они верят в продолжение. — Да, в продолжение. Но мне кажется, наши материалистические объяснения, что мы не уходим, мы просто преобразуемся в нечто другое, они тоже должны успокоить как-то человека и уменьшить, по крайней мере, его страх. — Подожди, сейчас, извините, как может успокоить, если ты себя как мыслящую единицу, как человека, там, себя осознающего, там, перестаешь существовать? Какая разница, куда там твои атомы разлетятся и что они останутся даже на планете Земли? — Это, кстати, тоже теория. Это же не практика. Ты же сейчас, то, что ты сказал, это же не факт. — Я понимаю, что не факт. — Да, это тоже теория, никто не узнает. — Да, но ведь почему природа нас обеспечила именно эгоцентризмом? Для того, чтобы, действительно, мы сохранили свою форму как можно больше. — Заботились, любили, пытались, да. — Наша любовь нужна только из биологических понятий, из чувственных понятий. — Не, любили себя, я имею в виду. — А, себя, ну да, ну, чтобы мы сохраняли себя, прежде всего. — Да. — Для того, чтобы мы максимально могли выполнить вот эту генетическую программу. Если мы будем безразлично относиться к своей жизни, конечно, мы будем уходить преждевременно, и вот эволюция будет просто прокручиваться. Ведь если не выполнил кто-то программу, значит, за него кто-то должен пройти этот этап, найти вот эту структуру, которая обеспечит защиту человечества от тех или иных воздействий. Поэтому здесь есть вот именно противоречия, интересы личности и интересы биологического вида. Есть противоречия, очень большие противоречия. И, конечно, во многом то, что мы делаем для личности, мы в известной степени вредим для вида. — Для вида и для сенсорцового. — Допустим, ЭКО сейчас, да? — Да. — Экстракорпоральное оплодотворение. Сейчас оно начинает преобладать. Почему? Ну, это вынужденная мера, потому что, естественно, путем женщины не хотят рожать, или там сейчас мы по тем или иным причинам столько непродуктивного населения развели, что вынуждены приходить. Но мы еще не знаем, а что даст эта ЭКО? Какого качества мы получим человеческий материал из этих вот воздействий? Когда грубо внедряется в яйцоклетку иголка, грубо за хвост, так сказать, тянется туда сперматозой. — Божий процесс, грубо говоря. — Да, конечно, уже нарушения какие-то происходят изначально. — Это глобальный вопрос. Я-то хочу вот перейти на уровень личности. Понятные и примерные страхи ясны. А как вот людям, которые сейчас еще пока, ну, им до старости далеко, ну, я себя хотя бы имею в виду, как нам, какие механизмы сейчас надо запустить, что начать делать, чтобы, по крайней мере, этих страхов избежать и избежать вообще вот этих вот опасностей, которые в старости? — Ну, прежде всего не надеяться, что будет создана какая-то таблетка, которая... — Начинать свыкаться, в смысле, что... — Вас восстановят во всех тех грешных процессах. Смотрите, почему-то вот эта надежда на таблетку живет, ну, если не у всех, то у значительного числа, что вот изобретут это. Ну, ведь, смотрите, вот спортсмены, да? Спортсмены-то изначально с детства работают над тем, чтобы достичь какого-то рекорда, стать на какую-то определенную лестницу. Ведь они не надеются, что вот принесут им таблетку, и они станут там победителями рекордсменами. — Хотя так и происходит. — Так. — Нет, нет, это допинги — это другое дело. — Это уже спортсмены. — Допинги — это не стимуляция. Это, вернее, стимуляция — это заимствование. А чтобы вот человек сидел, отдыхал, ничего не делал, там, выпил какой-то раствор или таблетку, и он стал там поднимать штангу или в боксе показывать чудеса. — Нет, ну, например, чтобы избежать слабоумия, там, каких-то холеротических развиваний. — Значит, нужна всему тренировка. Так же, как и телу. Не будете тренироваться, будет не мышца, а кисель. Правильно? Так и головной мозг. Если вы не будете постоянно тренировать головной мозг, он у вас тоже будет дрябнуть или дряблеть. — Потому что чтение — лучший вариант. — Почему чтение? И чтение, и компьютер, и созидательные процессы, написательные процессы. — Вот, например, для старшего населения снимают очень много сериалов на популярных серий-каналах. Они превращают мозг в кисель, или они всё-таки способствуют развитию мозга, и вот можно при помощи просмотра этих сериалов избежать чего-то? — Нет, ну, я не думаю, что сериал даёт какой-то... мощную интеллектуальную подпитку. Вот смотрите, если вы прочитаете книгу, у вас гораздо больше остаётся, чем вы просмотрите сериал. — То есть всё-таки читать. — Да. — Но чем больше ты работы затрачиваешь для получения какой-то информации, тем больше она останется. — Но не только художественную литературу. Ведь вы профессионально, вы же готовитесь, как построить лучше передачу, как её сформировать, как программу скомпоновать. Вы же над этим тоже думаете. То есть это созидательный, это креативный процесс. И чем мы больше будем не только накапливать знания, ведь накапливать знания — это хорошо, а именно использовать эти накопленные знания для того, чтобы построить нечто лучшее, нечто более значимое. — Вот откуда? — Вот это и есть тренировка головного мозга. — Вот он креативный класс. Почему он появился и куда он стремится? Он стремится в долгую жизнь. Спасибо большое. — Спасибо большое. — Очень познавательно. Надеюсь, не в последний раз, потому что куча аспектов осталось не освещено. Друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Завтра в полном составе. Анатолий Кузьевич возвращается. — Спасибо, с вами был приятный. — До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»